всем привет это видео о клинке из обоймы подшипника вот есть у меня вот такая вот часть наружная обойма подшипника которую я уже распилил пополам и прошлый раз когда я ковал клинок после ковки клинка я обе эти части нагрел ориентировочно до 850 градусов и оставил остывать вместе с горном сейчас я к одной из вот этих вот частей приварю кусок арматуры и начну ковать вот сначала часть обоймы которую приварил прутку ну вернее к арматурке перековываю в прямоугольник слегка его вытягиваю после этого же будут формировать плоскости и сам клин в данный момент уже вытянул вот в такой вот прямоугольник сейчас начну формировать плоскости и кончик клинка вот что в данный момент уже получилось уже начал проковывать клиночек и ну вернее форму клинка и также спуски начал пережимать хвостовичок вот в данный момент формирует хвостовичок что у меня получилось сейчас отрежу арматурку и дальше начну формировать хвостовичок ну и после это буду ровнять в результате копки получилось вот такая вот упаковочка длиной 280 миллиметров еще раз хочу показать что вот кого вас она из такого вот кусочка спуски слегка проковал то есть здесь в районе двух миллиметров здесь два с копейками ну ближе к 3 миллиметра по обуху здесь 36 миллиметра ближе кончику 3 миллиметра вот немножечко шлифанул упаковочку двух сторон сейчас получается по обуху в районе плечиков 3 4 миллиметра и спускается клином кончику и у кончика 1 и 8 миллиметра сейчас буду сводить спуски под закалку ориентировочно на полтора миллиметра вот так вот выглядит клинок перед закалкой явных поводок так сказать я не вижу но если что-то немножко есть то это все еще будет обрабатываться давайте посмотрим ацетон я думаю слышно видно вот раз два три слегка зачистил перед тем как делать отпуск вот так вот выглядит данный клиночек после отпуска кстати этот клиночек закалку взял со второго раза первый раз его видимо не до грел ну так как опасаюсь перегреть поэтому посчитал что лучше не до греть вот первый раз я его прогревал полностью весь но он мне не закалился второй раз я когда стал погреть я уже грел только режущую кромку и погрузил ее в угли и грел только режущую кромку обувь был более темный вот и в этот раз нагревала посильнее соответственно он закалился со второго раза ну давайте можем посмотреть какая сейчас мне примерно твердость то есть режущая кромка сейчас стекло царапает видны царапинки а обувь само собой мягкий и он не может оставить следы на банке так как он не закален нагревал соответственно вот эту вот область то есть примерно сантиметр ориентировочно режущей кромки сведение на клинке в данный момент не больше трех миллиметров местами даже немного меньше давайте сейчас посмотрим что произойдет если ударить вот по этой железке вот ударим три давайте сейчас посмотрим какая прочность кончика усиленно загонять я не буду так как я его калил зону соответственно он может и погнуться конечно же ну так вроде бы я правда сильно глубоко и не загоняю но все же вот подготовил клинок к травлению сейчас будут потравливать его в хлорном железе так называемая линия там он получился вот такой вот результат просматривается линия закалки она более темная получается место где металл закалился на этом все всем спасибо за внимание отдельное спасибо паше квартареру за консультацию по зонной закалке всем спасибо всем пока спасибо за внимание Продолжение следует...